Парсен. И на души снова солнечно. Здравствуйте, мужчины. Вы с помощью моих подруг, которых вы тоже хорошо знаете, сможете помочь тысячам женщин. Они будут по очереди появляться в тайной комнате. Это три прекрасные женщины, в жизни которых, к сожалению, был период, когда они стали получать совсем мало подарков от своих любимых. Они будут рассказывать об этом периоде жизни, а вы разберетесь, во-первых, кто это, потому что в тайной комнате вы их не увидите. Их увидите только вы, мои дорогие зрители. Во-вторых, в чем ошибка? И в-третьих, как эту ошибку исправить, чтобы у наших дорогих зрительниц и гостей такой проблемы не возникало? Я прямо сейчас предлагаю моей подруге, которая находится в тайной комнате уже, рассказать об этом довольно грустном периоде в ее семейной жизни. А мы по голосу сразу узнаем. У меня память на темноте. А голос мы изменили. Молодцы. А мы почувствуем ее. А вот это правильно. Здравствуйте, дорогие мужчины. Ла-ла-ла-ла-ла. Что там за Масяня? Не, ну с такой голос я вообще готов делать подарки каждую минуту. Правда? Да. Такая беззащитная. Мне нужно было купить достаточно дорогое издание, ну, по моей работе. Это сценарное мастерство, там была дорогая очень книга. И я ему намекала на то, что мне нужна эта книга, он не понял, подарил мне электронную. Но там не было именно той, которая нужна именно мне. И он казался, ну как же, это так непонятно. Мой муж абсолютно перестал мне делать подарки, даже интересоваться, чего бы я хотела. И я так расстраивалась, что он меня уже не любит. Кто бы это мог быть? Может быть, Лиля Ребрик? Я думаю, что это Даша. Это Оля Волкова, точно. Ну что, хотите увидеть, кто же это? Все-таки, а самое главное, на примере этой истории моей подруги, помочь тысячам женщин, которые оказались в подобной ситуации. Тогда встречайте! А-а-а! Да, моя дорогая! Да-да-да! Привет, мои дорогие! Наконец-то я у вас уже побывала в тайной комнате. Дашенька, ну ты умеешь заинтриговать. Да, какой я умный, ребята. Я услышав свой голос, поняла, что да, это было бы достаточно сложно. В какой-то момент подумала, да, наверное, это все-таки не Даша. Я сразу говорю. Что в Винни все-таки развита интуиция, потрясающая. Итак, мы сегодня рассматриваем топ-5 ошибок, которые женщины допускают, а в результате не получают подарков от любимого мужчины. Почему, по-вашему, в этот период жизни любящий и любимый муж перестал фактически делать подарки? Какие ошибки Даша допускала? Главная ошибка, слушай, любимый, мне нужна кулинарная книжка. Какая, да? Хорошо, какая. Есть Тоскана, Венеция, Неаполь. Ну, я думала, что он же знает, но я же писала сценарий, и мне нужна была очень классная книга по сценарному мастерству. И я ему говорила, что просто, ну, слушай, мне уже пора что-то почитать новое по профессии. Представляю, что он пережил, когда выбирал тебе книгу. Думает, какую книгу искал, искал, подарил электронную. Ты с таким опытом, как ты могла такое допустить? Это было давно. Для мужчин это очень важно, просто точка задания. Вот, я хочу эту, эту, эту. Я знаю, почему я тогда не формулировала, потому что я стеснялась. Можно что-то пожелать, что вы не сможете потянуть, как бы, да, и в итоге такой раз в стороне остался. Лучше бы я не спрашивал ничего, да. Всегда нужно понимать финансовые возможности своего решения. А возлюбленная может подсказать сферу, да, именно на что стоит, на какую сферу стоит обратить внимание. Например, какие-то кухонные принадлежности или парфюм. Ну, правильно, то есть скорректировать, где можно уже относительно своего кошелька, то есть рассчитать спектр. Может быть, ты не так реагировала на его подарки. Не улыбалась вот так достаточно, и он перестал дарить. Вот, вот. А вот это уже интересно. Вот как бы ты хотел, Тимур, чтобы женщина реагировала на подарки, которые ты делаешь? Ты делаешь сюрприз. Приятный ужин, да, например, с напоминанием о моем поступке вечером, непосредственно перед сном. Какой-то поцелунок на ночь. Ага, особо, особо, особо. Более хочется один подарок. Получается, у мужчин так, отреагировала ты на подарок хорошо, он такой, хотелось бы еще такой реакции. Что надо сделать? Подарить еще подарок. Хочется еще, конечно. Мужчины абсолютно правильно заметили обе проблемы. Первое, это, как я сейчас говорю своим подружкам, девочке, мужчинам как поисковая система. Пожалуйста, формулируйте точно. И второй момент, неправильный изначально подход к принятию подарка, это правда, такое было. И чем четче мужчина будет выполнять ваше желание, тем больше у него будет появляться желание еще и еще дарить вам подарки. Все счастливы. Дашенька, спасибо тебе огромное, ты нам очень помогла. Спасибо вам, друзья. Итак, мы уже выяснили, какие две ошибки из пяти самых главных ошибок допускают женщины, в результате чего оказываются без подарков и страдают от этого. В тайной комнате моя следующая подруга, которая готова поделиться историей об этом грустном периоде своей жизни. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, Лек, только грустно. Я и со своими мужчинами довольно давно, и сейчас я получаю от него подарки, но был период, когда он практически перестал мне их делать. С чем это связано? Ну, произошла одна история. Очень интересно же услышать. Да, эта история произошла на нашу первую годовщину. Он решил приготовить мне сюрприз. А я сюрпризы терпеть не могу. Сюрприз заключался в том, что он подстроил ситуацию, когда я встретилась со своей подругой, якобы пообщаться. После этого она попросила меня провести ее к такси. Мы подошли к машине, она уже открыла дверь, со мной попрощался, разднила меня и сказала, прости меня. Я говорю, за что? Она говорит, за это. Посадила меня в машину и закрыла дверь. И водитель поехал. Я говорю, что-то происходит. Он говорит, это сюрприз. Ого, ничего себе, какой сюрприз. Похищение? Очень долго он меня куда-то довез, я уже нервничала. В общем, меня привезли на место. Завязывайте глаза. Я говорю, я не хочу завязывать глаза. В общем, они убедили меня, завязали мне глаза. Потом меня куда-то ввели. И глаза мне развязали уже на крыше, где был накрыт романтический ужин, свечи, музыка. Там стоял мой муж с букетом цветов. И он рассчитывал, видимо, на радость. Но половину вечера он просто успокаивал меня, потому что я ему говорила, что это кошмар. Зачем ты это сделал? Я люблю контролировать ситуацию и знать, чем все закончится. А ведь большинство людей любят, когда они не знают, чем фильм закончится. Это уникальная у меня подруга. Это Волкова. Я думаю, что это Волкова, потому что человек, который сама сам себе делал подарки. Она должна быть в курсе событий. В курсе, да. Но это очень большой ошибок. Ладно, иди сюда скорее. А может это Литвинова? Может быть и Танюша. Иди сюда к нам, для того, чтобы мы разобрали эти ошибки. И это... А нет! Юля Барки! О-о-о! Вот так ты нас обдурила. Юлечка, я уже неоднократно сталкивалась с этой стороной твоего характера. Я все должна контролировать. Я не люблю, если я не знаю, чем все закончится. Я понимаю, что в этом суть сюрприза. Непредсказуемость вызывает какой-то панический страх. Лучше я буду знать все заранее. Мне кажется, что если я контролирую, я могу что-то предотвратить. Ужасно. Что-то хорошее предотвратить. Ну тогда это не сюрприз. Каждый сюрприз должен быть такой, типа, экстремальный. Неожиданно. Это кайф у мужчин. А когда вы знакомились, неужто он таким образом себя не проявлял? Я думаю, что одна из важных ошибок женщин в том, что мы хотим потом, когда наш возлюбленный стал уже мужем, его вдруг переделать. Золотые слова. Он делал сюрпризы. Ну вот так он аккуратно это делал, потому что я изначально сказала, что я сюрпризы не очень люблю. Ну вот и все. Но он, я так понимаю, что надеялся, что этими поступками он привьет мне любовь к сюрпризам. Что он красивее будет? Я делаю любой подарок. Готов даже идти в небо. Куда хочешь. Ну не дай бог. Мне это не говори. Ну почему ты мне заранее это не предупреждал? Это все. Это просто пропадает желание. Все. В следующий раз иди сама. Я больше для тебя. Больше ничего не буду делать. И дай вы всякой иронии. Вот твою ошибку. Так что же, мужчины, вы тоже, получается, не очень последовательны. Только что мы говорили. Что очень важно узнать у женщины, чего она хочет, и сделать ей такой же подарок. А тут вы уже говорите, радуйтесь сюрпризом. Если ты любишь предсказуемые подарки, значит, ты должна ему намекать или говорить прямо, что я хочу вот это колечко с бриллиантами. Он тебе его дарит, и ты тогда будешь получать удовольствие. Была еще одна ситуация, в которой я ошиблась. Опять же. С праздником 8 марта, естественно, он готовил мне подарок. А я подумала, что, ну чего долго ждать. Мало ли, опять сюрприз. И вошла и купила себе то, что я хотела. Я хотела себе профессиональную плойку, чтобы вот это вот кудри себе крутить. Но дело в том, что он знал, что я ее хочу, и тоже ее купил. И хорошо, что я накануне ему показала, говорю, кстати, я вот себе купила плойку. Он изменился в лице. После этой ситуации вот подарки практически прекратились. Все. Потому что женщина какая самостоятельная у нас, Юлечка. Все под контролем, а мужчину, видимо, это как-то пугает. Почему у тебя терпения нет? Друзья, ну я думаю, что здесь очевидны ошибки. Слишком самостоятельность, слишком чрезмерная, я бы сказал, самостоятельность. Когда мужчина чувствует, что вы можете без него обойтись, пропадает желание. Вот, да. Дарить подарки, а тем более оригинальные. Будьте для своих мужчин слабыми. Позволяйте им делать подарки, даже если они вам не всегда очень нравятся. Найдите в этом позитив и огромный плюс. Я эту ошибку поняла, что это ему было неприятно, потому что он человек, который действительно любит делать подарки, любит делать сюрпризы, делает это красиво. Поэтому со временем, когда я поняла, что я его этим обидела, в следующий раз, когда он меня спрашивает на праздник какой-то, ну что бы ты хотела? Я говорю, нет, пусть это будет сюрприз. Видели бы вы его лицо. Не лишай его этой возможности. Эту ошибку мы уже исправили, и даже когда мы смотрим кино, я не забегаю наперед и не пытаюсь узнать, чем фильм закончится. Просто ты заранее смотришь конец, а потом уже сидишь спокойно. Но ему об этом я не говорю и делаю своему мужчине приятно. Ты умничка. Юля сделала свои выводы, и мы можем учиться на ошибках, которые она уже исправила. Итак, не нужно быть слишком самостоятельной, в том числе и в выборе подарков. Дайте мужчине проявить инициативу. К тому же, если ваш любимый склонен к сюрпризам, поощряйте это и, пожалуйста, радуйтесь этим сюрпризом. Несмотря на то, что в первый момент вам он может показаться чем-то угрожающим, как Юля. И тогда у мужчины будет возникать желание снова дарить подарки, делать сюрпризы. Юлечка, спасибо тебе. Итак, мы сегодня рассматриваем топ-5 ошибок, которые женщины допускают, а в результате не получают подарков от любимого мужчины. С четырьмя ошибками мы уже разобрались. Ну а пятое на примере еще одной моей подруги, которая уже находится в тайной комнате. Слушайте внимательно и попытайтесь угадать, кто это. Дорогая, мы тебя слышим. Добрый день, мужчины. Мои отношения с молодым человеком начались, конечно же, цветочной конкретной саде. И вот практически каждый день он дарил мне цветы. Первый букет он принес очень дорогой, большой букет роз. На что я так очень скромно сказала. Ну, честно говоря, это не мои любимые цветы. Я вам люблю простые ромашки. Следующий подарок – гладиолусы. Причем они были зимой. Это невероятно вроде бы. Я сказала, ты знаешь, я в Суши еще те же цветы люблю, а эти как-то меня не очень вдохновляет, впечатляет. Обалована такая. Затем, конечно, я заметила, что цветы мне начали дарить все реже и реже. Вот на Новый год подарили мне мобильный телефон. Тут я уже даже ничего не говорила, я просто не открыла упаковку, потому что увидела, что это не та модель, которую я хотела. Стояка обалована. Ну да, лучше штык. Говори, спасибо Богу, что ты не моя жена. Я думаю, она говорит. Это Волкова. Это Волкова. Это Волкова. Тимур уже рвется в бой, он просто готов рассказать о той ошибке, которую допускала моя подруга. Итак, встречайте, пожалуйста. Вы угадали, это Олечка Волкова. Проходи, моя дорогая. Привет. Здравствуйте. Олечка, вот я думала, я хорошо тебя знаю. А вот, оказывается, какой в твоей жизни был период. Ну, сразу хочу оправдаться. Мы с мужем вместе 15 лет, потому это, конечно, то, что было. Братка. Мы поженились, когда очень молодые были, соответственно, много ошибок было в нашей жизни. И я была действительно как маленький ребенок, который я себе в голове представляю, какой должен быть этот подарок. Цвет, размер, запах, то есть все, все, все. Я хочу, чтобы он был точно такой же, как вот я себе представила. То есть вы критикуете, да, каждую мелочь, каждый подарок. Мы как-то само собой это делаем, даже не задумываясь, какую вообще рану душевную мы наносим человеку. Ну, как он старался. Ну, ошибка налицо, конечно, надо не так реагировать, не говорить, что ой, сдадим в магазин. Конечно, это неприятно. Ну, подорыв чепуху, поцеловала и до свидания. И еще, вот рукодельница, елки, что вам стоит к тому телефону прилепить какой-то цветочек или еще что-то, что действительно вам доставит удовольствие. Ну, очень важно, если действительно высказывать какие-то претензии, то делать это очень тонко и со временем. Очень правильно. Вы не знали, как реагировать. И часто, как мы отреагировали, мы потом держимся за реакцию. Поменять угол зрения, прислушаться к самому человеку, что он хотел донести. Просто друг друга слышать. То, к примеру, я своему мужчине тоже делала такие необычные подарки. Я в торговом центре устраивала ему флешмоб. То есть для него это было некомфортно. В то время муж мой, он любит дорогие подарки. То есть мы разговаривали совершенно на разных языках. Я пыталась ему подарить свои подарки, а он свои. И в тот момент, когда мы поменялись, я начала дарить ему его подарки, которые он хочет. А он наоборот. Это вот семейное счастье получается. С молодых лет много было ошибок. И мы все равно вместе. Это просто такой редкий случай. Потому что часто совсем по-другому развиваются. Да, не тот телефон подарил развод. Девочки, не обижайте мужчину. Если просто не нравится подарок, всегда улыбайтесь и говорите спасибо. Оказывается, все так просто. И так пятая ошибка, которую Оля допускала, но успешно исправила. А вы можете исправить эту ошибку в ваших отношениях с помощью наших советов. Спасибо вам огромное. Вы просто бесценны. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин